Члены Леонтьевского центра готовят схему социально-экономического развития всего Краснодарского края. Там должны быть изложены приоритетные направления в виде дальнейших федеральных программ, которые будут продвигаться и финансироваться. Сочинским чиновникам необходимо принять в этом самое активное участие, отметил первый вице-мэр Анатолий Рыков. Наша задача с вами из этих документов сделать перечень конкретных проектов, которые были бы реализованы с 2017 по 2030 год. И оправдали те ожидания, на которых мы с вами, собственно говоря, и основываем свое развитие. Если вы не заложите эти вещи в стратегию развития края, прежде всего, потому что именно она будет согласовываться и видеться в федеральном уровне, то потом до 2030 года вы можете вздыхать и спрашивать, почему у вашей отрасли ничего не происходит с точки зрения внимания федерации и регионов. По словам разработчиков, Сочи занимает в документе особое положение. Специалисты называют его отдельной агломерацией. Городу доверяются ключевые федеральные проекты, и он успешно их реализует. Как отметил депутат Госдумы Константин Затулин, который вышел на видеосвязь, главное, чтобы стратегия развития Сочи не противоречила стратегии развития Краснодарского края и наоборот. В документе множество аспектов, касающихся инфраструктуры, экономики, туристического потенциала, но все они не будут иметь успеха без решения экологических проблем. В Сочи проблема мусоропереработки, вывоза, захоронения отходов является одной из важнейших. Сейчас на различных уровнях согласовывается строительство завода по термической переработке мусора в электроэнергию, по проекту, распространенному по всей Европе. Уже утверждена программа по строительству таких же объектов в Подмосковье и Казани. Необходимо включить в нее и Сочи, отметил Константин Затулин. Я знаком с той критикой, которая немедленно стала, особенно в социальных сетях, распространяться в отношении этого завода, поскольку у сочинцев есть плохой опыт существования прежнего мусорожигательного завода. Но это совершенно разные истории, хочу при этом вам сказать. Конечно, все необходимые согласования и на городском, и на федеральном, и на краевом уровне будут проведены. И сейчас речь идет лишь о том, чтобы дать в Сочи шанс на участие в этом проекте. За отсутствие вредных выбросов на таких заводах отвечают герметичные помещения с системой фильтрации. Шлак идет на дорожное строительство. Цель – нулевое захоронение, а для сравнения сейчас на свалке идет до 95% мусора. Аналогичные проекты войдут в стратегию наравне с другими масштабными преобразованиями, которые городу в одиночку просто не потянуть. Сюда входит и берега укрепления, и транспортная доступность. Второе важное направление – технология развития цифрового города. Уже сейчас множество услуг стали доступнее и выполняются в несколько кликов. Заказ такси, еды, покупка билетов. В будущем это должно получить еще большее распространение. Так, в городе на одном маршруте уже тестируется программа мониторинга общественного транспорта, когда человек может отслеживать приближение автобусов. В этом же приложении должна быть возможность оплатить проезд. Разработкой концепции «Умный город» занимаются эксперты Национального института информационных технологий и связи Москвы. Они готовят проекты по восьми различным направлениям – образование, здравоохранение, экология, туризм. Также на совещании прозвучало предложение о создании приложения по аналогии с московским «Я гражданин», когда какие-то недочеты в работе можно сфотографировать и направить в ситуационный центр для работы с ними. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».